Воскресеньем называется этот день? Седьмой день, потому что. Потому что Христос воскрес. На седьмой день. Седьмой день суббота. А почему? Так, подождите, вы не спорьте. Седьмой день суббота. В субботу Бог почил от всех дел своих. Вы еще такие мужики. Взрослые люди, ничего не знаете. Не верующие люди. Веруют бесы, демоны, как называют Лев Толстой Черти. Но они трепещут. А тут даже трепета нет. Мужик на мужике женится. Что тут делается в этой щатру летки-то? Осторожно. Осторожно. Не делайте этого. Сколько людей? Прямо показывают, блудят. Рукоблудием занимаются. Прямо здесь. Я только сейчас разговаривал с мусульманином. А что вы тут делаете? Говорим людям о Христе. Чтобы они не делали то, что делают. Чтобы Христа приняли спасителем. Спасибо. Говорит, я мусульманин. У нас Коран. Я показываю. Это книга? Ну да. Я его спрашиваю. Он Коран не знает? Библию в руках не держал и спорит. Ужас. Я говорю, а зачем ты в рулетке-то здесь? Потому что у тебя дома четыре жены. И за каждую колы им платить надо. А тут сорок четыре даром уже раздетые. А вы жеребцы приехали сюда. Я бы жеребных не видели. На русских кобылах ездить. Иисус Христос умер за наши грехи и зовет к покаянию. Чтобы после смерти в аду с демонами не оказались. С дьяволом. Иисус Христос умер за нас. Это главная мысль Библии. И Он ждет людей с покаянием. Библия говорит о кончине мира. О суде Божьем. Никто больше не скажет, что Он умер за грехи людей. Только Святая Библия и Евангелие. Все понятно. Сегодняшний день почему так называется? Как он называется в неделе? В понедельник, в среда? Сегодня воскресенье. Воскресенье. А почему оно так называется? Воскресие Божие. Воскрес Иисус. Да. Для нашего оправдания. Вот сейчас только и начинается день. Мы из Барнаула. И уже готовимся и пойти в храм. Направлено. Вещерня была. Служили. А вы где находитесь? В храм православный. Не, не, не. Вы где находитесь? Город Барнаул Алтайский край. А, ну все понятно. Есть. Да. Вот мы строим. Мы повернулись только что из деревни. У нас. Мы строим деревню православную. Она единственная пока на всю страну. Да и может быть на весь мир. Поселиться может кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда мы первый разговор ведем. Я в краевой администрации сказал об этом. Она говорит, у нас тут ни одного нету. Даем отчет, статистика врет, говорит, напропалую. Женщины матерятся, мужчины курят. Измена. 86% разводов. За время перестройки 120 миллионов абортов сделано. А вот эти плещи вылазят, это тоже из-за чего-то? Как? Плещи такие вылазят, тоже из-за чего-то? Не знаю, такой звук. Я вопрос не пойму. Потихоньку скажите. Такие плещи вылазят, это тоже из-за какой-то... Какая причина, что я здесь нахожусь? Не-не-не, вот плещик у меня вылез, это тоже с чем-то связано или нет? А Бог его знает. Может, простыли. Может быть, еще что-то. Просто часто, я думал, может, я проклят, нет? Ну, это... А душа-то для чего нужна человеку? А она что, есть? А если души нет, то человек чем отличается от таракана? Так ничем. Вот именно, что мы ничем от таракана отличаемся. Вот. И от крысы не отличается, и не от змеи ядовитой. Поэтому так и живут. Вот так и живем. Так и умрем, как крысы и как змеи ядовитые. И когда предложили Суворову, знакомые и близкие, поехать на курорт, он ответил, господин, туда едет всякая сволочь, которая не работает. А я ем кашу солдатскую, я и не болею. Вот именно, щена, каша, пища наша, все верно. Нужно научиться жить и в бедности красиво и интересно. Вы, если зайдете на наш ресурс, на наш YouTube, вы только посмотрите и скажете, такого в мировой сети нету. Настолько вон интересен. Наша миссионерская поездка вот из Барнаула до Владивостока. Вы на полусловие перерывали. Из Барнаула до Владивостока, потом вернулись до Лиссабона, прошли Скандинавию, Прибалтику.